Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы. Сейчас я ее зачитаю, дам свои комментарии. Вы то же самое можете сделать под видео. Давайте приступим. Здравствуйте, Галина! Хотелось бы поделиться своей ситуацией, понять, почему я в ней оказалась. Я не могу забыть свою первую любовь и первые отношения. Они длились два с половиной года. Это называется застревание. Ссоры и недопонимания ввиду нашей незрелости привели к нашему разладу. Мне было тогда 17 лет, а ему 19. Расставание было для меня болезненным, хотя я первая завела речь о том, чтобы прекратить отношения. Он был со мной солитарен. Общения и встречи после этого у нас больше не было. Поэтому я удивилась, когда спустя год он написал, а мне сказал, что уезжает в другой город и хочет попрощаться. Я согласилась на встречу, чтобы расставить все точки над И. У меня на эти вопросик тут сразу. А что тут расставлять? Вы же год не встречались. Там никаких точек не должно было быть. Вы же расстались. И не общались причем. Встреча прошла в кафе. Мы обсуждали отвлеченные темы. Потом он сказал, что тяжело переживал разрыв наших отношений. И на прощение он меня обнял. Поцеловал в щеку и сказал, что рад был видеть. Было ощущение, что мы не расставались. После встречи он написал, что у меня по-прежнему красивая улыбка, как и раньше. Я спросила, что он ждал от этой встречи. И ответил, что ничего не хотел возвращать. Просто увидеть, какой я стала. На тот момент я рассматривала вариант, чтобы начать отношения заново. Но инициатива от него не исходила. Я решила прекратить наше всякое общение и двигаться дальше. Совершенно верно. Правильно. Периодически он поздравлял меня с праздниками, писал комплименты на мои фотографии в соцсетях. Я избегала это общение. Для меня сложно было это игнорировать, ведь я по-прежнему о нем думала. Иногда все же я отвечала на сообщение, но достаточно сухо. Ведь мне всегда было с ним интересно. Мне всегда нравилось его чувство юмора и позитивное мышление. Он знал, что у меня начались новые отношения. И на мой вопрос, чего он вообще добивается, он ответил, «У тебя же есть парень, что тут говорить?» Последние месяцы он стал писать гораздо чаще, вспоминать моменты наших отношений, присылать наши совместные фотографии, дружеское общение сменилось на некий флирт, писал, что хочет встретиться и скучает. После меня у него не было долгих отношений. Возможно, он сам не хотел этого. Он по-прежнему обаятельный, веселый парень, сейчас еще и блогер, и вниманием точно не обделен. Я понимаю, что давным-давно нужно было все это прекратить. Но я продолжаю скучать, вспоминать наши свидания и те уютные встречи. Я вроде и понимаю, что если бы у него остались чувства, то он бы не ограничивался бы нашими переписками, а конкретно бы сказал, что он ждет, хочет от меня, хочет отношений и так далее. Пару раз он приезжал в наш город, приглашал куда-то сходить, но я находила причины с ним не встречаться. А с момента нашего расставания, а прошло уже 5 лет, я как будто сама себя загнала в угол и боюсь признаться самой себе, что у меня чувства остались к нему. Неужели у меня невротическая привязанность, раз я не могу прошлое оставить в прошлом? Буду очень признательна за ответ и за то, что уделили время. Почему мне захотелось уделить время в видео этой истории? Потому что очень часто, частый момент, очень часто это вспоминается, когда люди застревают, называется застревание, да? Когда мы застряли в прошлом, застряли на ком-то, на чем-то, как обычно на людях. Всегда у этого есть объяснение. Я вот сегодня хочу поговорить именно об этом, почему мы застреваем, и, возможно, кто-то вы для себя что-то интересное, да, скажем так, возьмете из-за этих рассуждений, может, какую-то информацию для себя новую, кто-то сделает какие-то выводы. Так, подобные застревания бывают очень у многих. Я бы, наверное, если мы берем 50 на 50, наверное, больше 50% людей такое бывает. Да, это момент немножко отчасти невротический, потому что мы себе причиняем этим боль, да? Это отчасти, в основном, это какие-то недоступные отношения, прошлые, бывшие, кому я сейчас не нужен и так далее, или тот, с кем я не могу быть. То есть это всегда нечто запретное, недоступное, но очень хочется, и вот этот момент «любовь равно боль». Почему мы застреваем на некоторых людях или очень тяжело отпускаем некоторых людей из нашей жизни? А еще такое слышали, у парней, кстати, часто бывает, ну, девочек тоже, но у парней очень часто я слышу, среди своих друзей как минимум слышала о том, что она была такая классная, там, допустим, она какая-то стерва вообще была, да? Она вообще прокинула-кинула, но всех других девушек, или была инициатором расставания, оставила его, но всех остальных своих девушек он меряет под нее, пытается найти хотя бы внешне у него все под копирку, как та предыдущая, которая его вроде сделала ему больно, и опрокинула, да? Ищет ее копию или моральное ее повторение, или даже есть у меня знакомый, который женился на девушке, который походил полностью на копию его бывшей. Короче говоря, застревают в прошлом, потому что это небольшой невроз идет, застревает, что нас заставляет застревать в прошлом? Эмоции. Этот человек, на котором мы застряли, он для нас был, это надо анализировать, как бы смотреть, да, вспомнишь об этом человеке, вот тут девушка из письма, да, я бы ей сказала, подумайте, какие эмоции вы к нему испытывали, разверните вот эту эмоциональную карту к этому человеку. Карту не в плане карты Таро, а карту в плане географическую, то есть нечто объемное большое, да, карта эмоций, то есть эмоциональный свой спектр, да, что вы испытывали, какие эмоции и чувства к этому человеку. Так вот, вы, скорее всего, вы найдете, что вас цепляло к этому человеку, вы поймете, что, каково чувство, какая эмоция вас зацепила, и на самом деле эмоциональный этот человек дал вам эту эмоцию повторить. А психотравма, невроз, эмоциональное некое перевозбуждение, такой же, в общем, такой же спектр эмоций, вы испытывали когда-то гораздо ранее в своей жизни. И когда этот человек вам привнес это еще в большей, возможно, степени в жизни, например, такие же чувства там я испытывала к своему папе, а этот парень вот такой-то тоже я испытывала, любила, но он меня еще и кинул, короче, от этого мне еще больнее, еще он мне нужнее стал, чисто невротик, да, такие рассуждения девушки-невротика. А вот, то есть приумножил, возможно, ваши еще этот человек эмоции и исчез из вашей жизни, он стал еще более нужным. Первое, надо понять, мне не нужен как личность, как человек, он мне сделал больно и плохо. Меня держат те эмоции, которые он мне дал. У нас всегда, в принципе, в людях воспоминания остаются не человек, а чувства и эмоции, которые он нам давал, которые, как мы на него эмоционально откликались, отзывались и реагировали на этого человека. Так вот, если даже что-то, скажем так, больное, да, по сути, меня кинули, мне сделали больно или там растоптали и так далее, а я за это держусь, а я в этом застряла, а я еще сейчас подобные повторения себе такую стираю, например, такую же вторую уже нет, короче, говорю, такой же плохой девушки, да, ее не будет, потому что она такая индивидуальная. Это же к тому, что человек нанес вам травму, вы на ней, скажем так, застряли, скорее всего, это невроз какой-то, вот эти эмоции вас держат. Если бы вы сейчас не встретились без этих эмоций, она бы вам, например, или он, был бы не нужен этот человек. Вас держат конкретно эмоции и ваши реакции на этого человека. В большинстве случаев, повторюсь, что это когда-то было раньше. Этот человек повторил эти эмоции, возможно, еще приумножил. Но просто так, подобным образом, среагировать и застрять на человека, это невозможно. Если мы берем отношения мужские и женские, да, мальчиков-девочек, например, вот в письме у этой девочки, я всегда говорю, да, комплекс электродипов, комплекс 6-7 лет, тот возраст нам важен очень на вот эту фиксацию образа мужчины-спутника или там женщина-спутница в жизни и так далее, образ идеального, да. Какие у тебя в этот момент отношения с папой, с мамой, это влияет. И первые отношения наши, первая вот эта любовь, первая влюбленность, школьное, университетское время и так далее. Например, я могу предположить, что у этой девушки, может быть, базово, не хватало внимания родителей, папы, мамы, тепла какого-то, внимания, заботы и так далее, или этого хотелось бы больше. И с тем парнем, вот эта первая любовь, может быть, он не похож на ее папу, у него с папой все в порядке в отношениях, но чисто только не хватает чего-то, чего бы больше хотелось, чего-то хорошего. Он ей давал, и тогда у нее сложилось ощущение, что вот моя любовь, мои отношения, первые эмоционально очень большие, первая любовь очень важна. Это вот этот всплеск эмоциональный, первый раз человек чувствует, что, боже, вот она любовь. И она, например, от него получила, потому что ему там он по 17 лет, больше внимания, чем от родителей, он ее больше понимал, чем папа с мамой, секретничали с ней они. У нее, знаете, такой маленький свой мирок двух влюбленных был, а-ля такие, знаете, против всего мира мы вдвоем, только он меня понимает и так далее. Вот это немножко максималистские моменты. Потом отношения к себе жили, поругались, вот они остались, да, но ощущения у нее остались такие, что он со мной, за меня, у меня, вот она даже описывала, это хорошее впечатление от него осталось, эмоции вот на таком уровне. И уже в будущем, если сейчас девушке кажется, что если с ним будут они общаться, то все будет точно так же, как это вы уже разные люди, вы уже 5 лет прошло, у вас уже у каждого были какие-то перемены, испытания в жизни, уже ваш характер где-то поменялся, вы уже совсем другие. И если вам начинать отношения, так ознакомиться заново сейчас. И на самом деле вы хотите вот тех чувств, которые он когда-то давал там в 17-18 лет, когда у вас была вот эта первая любовь, первые серьезные отношения. Я что хочу отметить, что у человека же вам не все нравилось, у вас были какие-то скандалы, и вы из-за чего тоже расстались. И, поверьте, это тоже никуда, скорее всего, не ушло. Это осталось так же с ним. Поэтому если все вернуть условно-теоретически назад, то и плохое тоже вернется вместе с этим. Если человек сам не захотел ни по своей инициативе, ничего не изменит никогда, если он сам не захотел по своей инициативе что-то поменять в своем характере, поведении и так далее. Так что, что я могу сказать? Застревание – это не окей, не нормально. Это эмоциональный момент. Кто сомневается в чем-то в этом и до сих пор застрял где-то, переживает, я вам советую разобраться со своими эмоциями, что вас и кто вас зацепил, вам сразу говорят 100%. Не этот человек из прошлого нужен, а эмоции, которые он вам давал. Возможно, вы можете найти эти эмоции сейчас в другом человеке. Такое тоже возможно. Вообще, застревание – это не есть хорошо, это некий якорь, который нас держит, не дает развиваться. И если это невротические больные, какие-то отношения были с болью, это говорит о том, что вы зафиксировались на боль и ждете сейчас продолжения некой боли, и, скорее всего, вступите в отношения уже нездоровые тоже, которые вам будут причинять тоже какие-то дискомфортные ощущения, как было это тогда, когда вы там застряли на ком-то. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях. Я вот эту историю про застревание очень часто слышу, очень частая история. Поэтому я вам всем желаю разобраться со своими эмоциями. Если, поверьте, в вашей жизни ушел человек из вашей жизни, назовем так, отвело его, ушел, расстались, как хотите, по своей инициативе, не по своей силе каких-то обстоятельств, поверьте, значит, не судьба была. Поймите, тот, кто с нами, мы этим людям нужны, и так живут при себе, и вам этот человек нужен, который вам нравится, он от вас не отстанет, скажем так, не уйдет, ненужные элементы отпадают с вами собой. Пишите ваши комментарии под видео, ставьте лайки обязательно, подписывайтесь на канал. В инфобоксе я оставляю свою почту. Если вам нужно также опубликовать историю свою, разобрать на канале, пожалуйста, пишите в теме письма истории от анонима. Пожалуйста, не пишите в теме письма на почте всю историю свою и письмо. Там захороняется несколько строчек. Письмо надо писать не в этой графе. Это ошибка очень многих людей. Если вам нужна моя консультация как психолога, пишите в теме письма консультация. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.